Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мое видео. В этом видео покажу один простой метод чтоб определить причина троения двигателя подсос воздуха или нет. И наглядно с помощью экспериментов продемонстрирую важные свойства современных двигателей. Вот друзья похолоднело и многократно увеличились вопросы связанные с подсосом воздуха. Зимой при холоде все хрупкое становятся пластмассовые резиновые детали автомобилей и все чаще появляются на таких деталях трещины, изгибы, деформируются и так далее. В итоге из таких мест в двигателе начинает подсосываться лишний воздух и все чаще начинают от владельцев жаловаться, что двигатель троит на холодном или даже на горячем. Троение, нестабильная работа современных двигателей связана не только с подсосом лишнего, неустимого воздуха, но проблемой может быть и многое другое. Так вот автовладельцы, которые сталкиваются с такой проблемой и нет у них соответствующего опыта и инструменты спрашивают как поставить диагноз, что причина, именно подсос воздуха или другая, чтоб определиться куда лучше начать копать для выявления неполадки. Так как вы смотрите это видео, с большой вероятностью смотрели и другую информацию, где многие авторы показывают, как найти причину лишнего воздуха, показывают самодельные демогенераторы и другие способы для выявления, есть или нет подсоса. Но мы пойдем другим путем, так как не у всех есть автоматемогенератор или всякие чистильщики. Но каждый водитель обязан держать у себя в бардачке хоть такой простой OBD2 сканер, который почти за копейки продается на Алиэкспрессе. Я даже купил вот такой более продвинутый OBD2 сканер, универсальным чипом, который умеет сканировать огромное количество машин. Ссылки на сканеры для покупки оставлю ниже в описании этого видео. Ну ладно, в чем суть выявления? Причина троения – это подсос воздуха или нет. Как мы знаем, современные двигатели управляются портовым компьютером – блоком управления, где каждую секунду из разных датчиков поступает информация об температуре, об давлении, об напряжении, об количестве поступающего топлива и кислорода в камере сгорания, и еще об многом. Каждые секунды портовой компьютер перерабатывает огромнейшую информацию и, если что-то не нравится, корректирует подачу топлива, подачу кислорода и многое еще. Один из самых важных показателей, которые получает портовой компьютер и перерабатывает – это состояние воздушно-топливной смеси в камере сгорания, и, как мы знаем, их соотношение строго должно быть равно 14,7. Если это не так, бортовой компьютер автомобиля начинает регулировать это соотношение. Вот смотрите в этой программе. На прогретом двигателе на холостых оборотах мы видим, что соотношение топлива-воздух, на самом деле это соотношение воздух-топлива, равен 14,69, и это нормально. Можно сказать, что нормально даже такие соотношения. Но если мы видим такие значения, это уже нам говорит, что в камере сгорания попадает лишний воздух, и с большой вероятностью уже имеется после свода слуха двигателя. Я, например, пользуюсь вот этой программой. Её можно скачать и установить на смартфоны через Google Play Market. Соединяемся к бортовому компьютеру с помощью этой программы, и смотрим значение в разделе «Текущие данные». Вот видим, что на прогретом двигателе на холостых оборотах лямбда коэффициент меняется в диапазоне величин. И это нормально. Как мы знаем из моих предыдущих видео, лямбда – это коэффициент, который показывает соотношение воздуха и бензина, которые попадают в камеры сгорания. Идеальное значение лямбда – это единица, и оно на основе показаний разных татчиков вычисляется сложными математическими формулами. Когда лямбда меньше единицы, бортовой компьютер уже знает, что в смеси излишнее количество бензина, и в следующих секундах на этом основании камеры сгорания он добавит поступающий воздух. Если лямбда больше единицы, тогда бортовой компьютер знает, что в камеры сгорания попадает больше воздуха, чем положено. И в следующем секунде в камере сгорания он добавит бензин или попытается уменьшить количество поступающего воздуха в двигателе. Думаю, принцип понятен. И, исходя изо всего этого, когда появляется троение на нашем двигателе, чтобы определить, причина троения – подсос воздуха или нет, предлагаю использовать и изучить значение лямбда коэффициента. Подсоединяемся на прогретом двигателе, на холостом коду с помощью сканера к блоку управления нашей машине. И в текущие данные читаем значение лямбда коэффициента. Если это значение варьируется незначительно, например, в диапазоне, значит, с нашей машине все нормально. А если лямбда коэффициент имеет такое значение или больше, тогда в камере сгорания нашего двигателя соотношение воздуха и бензина не соответствует допустимого значения. Возможная причина в таком случае. 1. В камере сгорания не хватает количества бензина из-за согрязнения бензофильтров или магистралей. Или бензонасос работает непродуктивно, не может создать нужное давление в системе бензоподачи. 2. Возможная причина, самая вероятная причина. В камере сгорания поступает больше воздуха, кислорода, чем это положено. И причиной этого может быть разгерметизация системы воздухоподачи или самого двигателя. Для наглядности давайте для неверующих искусственно имитируем подсос воздуха в двигателе и понаблюдаем за данными в сканере. 3. Самое простое, что мы можем сделать, давайте разгерметизируем двигатель. Обнимаем маслощуп. Твигатель через отверстие маслощупа начинает попадать слегка в воздух. И смотрите, как ламбда коэффициент почти сразу меняется и увеличивается. Давайте сейчас снимаем масло-заленную крышку и оттуда в двигателе уже будет попадать более значительное количество лишнего воздуха. Как видно, значение лямбда коэффициента сразу подпригло и принимает значение 1,6 или даже доходит до 2. 4. Портовой компьютер, как только получает об этом информацию, старается отрегулировать значение бензина и воздуха в камере с горами, но этого ему не удается. Двигатель начинает раить и или, или вот тут заглохнет. Некоторые спросят, при чем тут маслощуп и масло-заленная крышка? Да, не все знают, что в современных двигателях по соображению экологической частоты, газ, который находится и образуется в картерном масляном отделе двигателя, они через системы маслоотделителя снова попадают в цилиндрах, а не на улице. И если в масляном отделе откуда-то поступает лишний воздух, значит они будут попадать в камере с горами и меняется соотношение воздух-топлива. Если, например, на этом трубке намеренно сделаем хоть маленькую дырку, в камере с горами начнет попадать неучтенный лишний воздух. Начнется отраение двигателя. Блок управления сразу об этом получит информацию и попытается отрегулировать соотношение воздух-топлива, но вряд ли ему это получится, пока мы не закроем и отремонтируем отверстие трубки. Чек на приборке начнет мигать и у нас появится ошибка пропуска воспламенения в цилиндрах. Сейчас покажу один наглядный пример. Давайте отсоединим шланг маслоотделителя от пускного коллектора. Так как через этот отверстие в камере с горами начнет поступать большое количество воздуха, если двигатель запущен, портовой компьютер сразу заключит и выключит двигатель. Давайте пальцем прикроем эту дырку и снова заведем двигатель. Заводим двигатель и мы сразу будем ощущать, что из-за высокого разряжения в коллекторе палец засасывается внутри. Подсоединяемся к блоку управления с помощью сканера и смотрим на значение ламбда коэффициента. ее значение будет почти в норме, но как мы только попытаемся отпустить, ослабить палец на отверстие и как только через этой дырки в коллекторе начнет попадать лишний воздух, то значение ламбда коэффициента сразу возрастает и двигатель сразу начинает колбасить. Ну, думаю, все тут понятно. Значит, какие выводы мы делаем из-за всего этого? Когда двигатель начинает раить и если в сканере значение ламбда коэффициента меньше единицы, например, вот такие значения, тогда в камере сгорания подается больше бензина и не нужно в таком случае искать подсос воздуха. А если, например, значение ламбда коэффициента больше единицы, вот тогда уже имеет смысл искать подсос воздуха. И как лучше это сделать, я показывал в других моих видео. Ссылки оставлю ниже в описании этого видео. Там и теория, и практические советы. И хочу еще напомнить. Купите хоть простой, тещевый диагностический сканер. И этим вы облегчите себя жизнь. Ну и в конце видео, если оно было чем-то полезно и не интересно, прошу вас подписаться на канал. Жмите на кнопку подписаться на колокольчик, палец вверх. Комментируйте. Я сам не мастер, но хорошие познавательные комментарии могут научить не только мне, но и многим. Спасибо всем за внимание и ждите новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok